Всем добрый вечер, это студия Рохаб и мы смотрим за открытыми квалификациями на DPC Лигу, регион Восточная Европа. Меня зовут Лекс, где-то там сидит Форс и мы откомментируем для вас сегодня первый этап этого отбора, потому что отбор растянется на два дня и, как видите, эта квалификация отличается от предыдущей, которую мы видели буквально день назад. Здесь два дня, здесь формат сетки Double Elimination, есть Лозера, ну и, соответственно, целых две команды попадут во второй дивизион DPC Лиги. Одна сетки Винеров, а вторая сетки Лозеров. Гранд-финала, понятное дело, никакого не будет. Мы, к сожалению, по определенным причинам залетаем и смотрим за командой Гидры только на четвертый раунд и буду объяснять, что там было. Были причины, с другой стороны, я за этими матчами, естественно, смотрел и там, знаете, вот эти классические игры открытой квалификации. Разгромные матчи, команда с рангами там тысяча и, соответственно, лучшие игроки против ребят с архонами. Ну, в общем, это проблема открытой квалификации, по-моему, что такие вот коллективы вынуждены играть с командами слабыми. То есть нет у нас отдельной закрытой квалификации, которая есть, например, в регионе Европы. Как-то удивительно, что в СНГ почему-то такого нет. Логично, да, вот мы зовем команды Гидра, зовем VGaming. Они уже играют отдельно закрытую квалификацию и к ним приходит несколько команд из опен-квалификации. Но по итогу имеем, что имеем. У нас отбор без каких-то привилегий. Гидра против Оулс. Это, в общем, первый матч, где ребята встречаются с хорошими, достойными противниками. Потому что за Оулс это парни ранг 300 и выше. И в том числе играет за команду Оулс знаменитый GGVP Lanaya. По-моему, с рангом 50. Как-то так. Понял. Привет всем. Привет, Лекс. Да, действительно, задержались мы достаточно серьезно. Ну, что поделать. Ну, в общем-то, там, правда, действительно, первые катки, они прям совсем однокалиточные. Никакого смысла нет их смотреть, на мой взгляд. Их интересно, может быть, там, смотреть на стриме каких-нибудь стримеров, как они там ругают и ругаются и непотребщины всякой занимаются. Это может быть весело, как, ну, не знаю, осмотреть вот так вот из студии, студийную, там, вот эту вот игру. Имморталов против Архонов — это, да, наверное, не самое лучшее занятие. Вот, и по поводу Оулс трех парней знают. Шаргарат, в скобочках, Владимир. Вот, знаменитый игрок из рангета матчмейкинга на Виномансере. Ну, у него там разные пул героев есть, но вот Виномансер, Фурион — его такие основные сигнатурки. GGVP Lanaya это его назвал, я думаю, что люди, которые за дотой там плюс-минус сидят, они знают, что это за парень. И Мерлин. Мерлин — это мой товарищ, великолепный игрок на Эрспирите. Вот. Хотел меня покоучить даже, когда я на Эрспирите тренировался играть, но я, сыграв где-то 10 игр на есть и выиграв из которых только две, я понял, что Эрспирит — это не мое. Я сказал мне, Мерлин, давай как-то ты, давай лучше я на Дарксире поиграю, вот, а ты там как-нибудь сам разбирайся. Ну, короче, да, вот Эрспирита взяли и Гидра, они, может быть, даже в каком-то смысле его своровали. Ну вот, не думаю, что Мерлин надеялся, что ему этого Эрспирита вообще отдадут. Его должны были, по идее, либо забанить, либо вот так вот, как Гидры поступили, украсть. Вот, ну, наверняка что-нибудь еще придумают Олс, а вот двух остальных парней я не знаю, по крайней мере, не помню. Может, где-то встречал, но ничего особого сказать не могу. Вот такие дела, вот. Инвокер тут у нас еще появляется. У Гидры надо, наверное, ожидать каких-то героев со станами, неплохо было бы. Поприятнее играть все-таки на Инвокере, когда у тебя есть куда-то... Во-первых, когда есть какой-то фронтлайн, там, со сложной линией или с кэрри. Там вот, например, ну, воид — это не фронтлайн, он просто хроносферу ставит. Какой-нибудь в Рейс Кинг или СВН, вот что-то такое. Либо какой-то вот с харды фронтлайн. Слушай, я помню, мы, по-моему, с тобой смотрели игру, где был обычный Бэйн под Найтмар и Инвокер там враги набирал. Нет, это тоже норм, как бы, да, вот я смотрю Орспирит Бэйн, это тоже норм, но как бы с танами Орспирита можно не попасть. Найтмаром Бэйна можно попасть так, что там анслипнут, ну, короче, ты понимаешь. То есть это прям не то... Я имею в виду не на линии, то есть на линии-то понятно, что Найтмара Бэйна может быть достаточно. Я имею в виду вот вообще прям в целом по игре. Вот, когда ты, например, играешь... Вот, допустим, есть у тебя в команде в Рейс Кинг, да? Ну, или там, или Свен. Вот, вы такие бежите, бежите, что-то там ты фармишь, твой Свен фармит, враги фармят. Потом какое-то столкновение, Свен просто кидает молоток, ты туда кидаешься на страйк. Пожалуйста. Легко, четко зашибись. Попали, убили. А когда ты играешь, вот, например, с ПЛ, начинается какое-то столкновение, как вот тебе попасть с скиллами? Тебе надо сначала Торнадо, потом Метеор, вот там. Ну, или как-то на блинке ворваться Бласт плюс Метеор. Короче, какую-то комбинацию скиллов тебе подавать. Конечно же, намного проще, когда у тебя есть какой-то фронтлайн, который, во-первых, не заставит тебя подходить, чтобы Метеор кинуть в упор, подойти, правильно? Практически. Есть какой-то герой, который не заставит тебя подойти в упор, позволит дать скиллы издалека, и есть герой, который вот застанет. Ну, вот Легионка, кстати говоря, идеально подходит вообще в этот пик, потому что это Disable, ну, точнее, это Dispel Батрайдера, это Dispel Стрелами Раны, и плюс это комбинация под Санстрайк. То есть, ну, лучший герой этот было, в принципе, не придумать. То есть, не знаю, как-то Оулс странно раздрафтили здесь, вот, если они хотят, то есть они уже увидели, что тамер Спирита, то есть у них есть Батрайдер в пике. Они понимают, что играть они хотят Мираной. Они забирают Мирану и при этом не банят Легионку, которая сейчас, кстати говоря, супер-мега-популярная вообще в Ранкеде. Супер-хороший, супер-сильный герой, у нее очень мощные способности, ее часто берут. Она на Интернешнле как-то, по-моему, не особо, да, так у нас показывалось, светилась. Но сейчас ее распробовали, и вот сейчас ей играют достаточно часто. Ну, и нужен будет еще Гидри какой-то кэри. По кэри у нас прошлись. Радиент поубирали, Вайда, Дровку. Ну, я не знаю, Медуза есть еще, Медуза, наверное, надо убрать. Ну, конечно, когда бандровки увидели, ребята, тут же Медузу забрали, убрали. Это логично, бан ПЛ, а что-то Террор Блэйд какой-то остается. Террор Блэйда можно взять. Ну, Террор Блэйд опция. Кто еще опция? Для Оулс какой-то кэри, если смотреть просто. Да, Лас Пику Гидры, ну, окей. Брейс Кинг тоже весьма метовый сейчас. Там можно брать, кстати, при том, что против Пика сверху, что против Пика снизу. Да, в Рейс Кинг вниз вообще хорошо, как мне кажется. Вниз, ну... Ну, против Акса неудобно. А так в целом, да, тоже хорошо. На мой взгляд. Так, ну, призадумались, да. 15 секунд остается. Может быть, бан ПЛа как-то... Как-то выбил. Вообще, у Дрима, ну, как бы, достаточно большой пул героев. То есть, он... Если не на ПЛ, там всегда можно что-то придумать. Такое эдакое. Я бы тут запаска бы из Ларка бы придумал против Батрайдера Мирана тоже. Это классный вариант. Марк, норм, кстати, мне нравится. Против Дезераптора, типа, не очень хорошо. Против Дезераптора, ну, да, там против Дезераптора вообще большой пул героев страдает. Против Акс тоже. Ловишь Камбун, Глимс, статик. Какой-то нужен прям жесткий кэрри Олз, чтобы все это тащить. Да так-то у Гидры тоже нет ничего такого суперлейтового, знаешь, такого, чтобы они вот, например, взяли сейчас Темпларку в мид, и они бы еще какого-то кэрри добрали, и Олз бы понимали, что они просто не перекэррят это. Тут и сверху, и снизу. Вот в данный момент... Ну, снизу чуть лучше только потому, что Легионка есть. Вот так, мне кажется. Если убрать вот этот вот факт, что Легионка слишком хорошо сюда заходит, то, в принципе, что сверху, что снизу драфты одинаковые. Как бы для удобства. И сверху есть чем поиграть, и снизу есть чем поиграть. Вроде нормально. Давайте папаню открываем, ребят. Наверное, это лучшее, что можно придумать. Пашку взяли. Пашка. Тоже достаточно популярный герой. Я бы призадумался... Ну, не знаю. Мне кажется, что тут Морф может быть. Гирокоптер. Хотим вообще Гирокоптера видеть в этой игре? Можно Гирокоптера. Луна есть, кстати, в пуле. Луна... Да. Ранее популярный герой. Сейчас что-то не особо его вижу, но можно и Луной попробовать. Не знаю. Мне вот Морф, наверное, больше всего нравится. Из... Из... Этого... Все-таки в Рейс Кинг. Все-таки в Рейс Кинг. Ну да, тут в Рейс Кинг мы и тем, и другим предлагали. Он там и там заходил. Да, были но, но все равно в Рейс Кинг был и там, и там хорош. Рейс Кинг. Ну, в дуэли тяжело будет. По факту на Phantom Assassin ни одного сейва не будет. Просто ловишь дуэль, и там летит тебе все. И Бэйн подходит, подкрепляет. Это еще и фейн с гриппом, если что. Инвокер про каст викид. Ну, вот у меня с одной стороны я вижу легионку, которая против Бэтрайдера и Мирана играет. И плюс у нее еще лайнап против Фантомики и Дизраптера, мне кажется, относительно удобный. И с другой стороны я вижу в Рейс Кинге, который придет против Акса. То есть Акс там будет кайфовать максимально. Должен кайфовать на этой линии максимально. С Мираной такая, получается, комба хорошая. Главное, там, на первых пачках не очень сильно потерять ресурсы. Да, фармит там до Вангуарда, и дальше уже, как говорится, пойдет как по маслу. Ну, Гидра вроде как должны быть по скиллове, да? А вот не знаю, Форс, тяжело прям сказать. Все же тут прям хай рейтинг игроки, как ты говоришь, собрались. У меня нет однозначного, знаешь, то, что от одна команда прямо сильнее. Ну, типа, они не на голову сильнее. То есть, как бы номинально посильнее, наверное, будут, да? Хотя они же там играли на всяких там... Ну, конечно, конечно, конечно. Вот, но... Но не на голову так, чтобы мы прям сказали. Ну, там, при условии, что драфты плюс-минус равные, Гидры должны выиграть. Нет. Вот. Даже учитывая, что у Гидры такое небольшое преимущество, тоже, мне кажется, не факт. Да, и дальше сетка тяжелая будет у команд. Даже в случае победы, там команда ВИЧ. Есть вероятно, что она пройдет дальше. И там тоже очень тяжелая игра будет. Независимо от того, кто пройдет в этом матче дальше. Так что, да, начинаются самые такие прям вкусные игры. Благо, есть шанс как-то отыграться за счет того, что у нас Double Elimination сетка. Там уже много команд, в том числе и Кисульки играют там в данный момент. Ну да, у нас лучшая пока команда этой квалификации. И Смоук от Гидры. Классные герои для того, чтобы атаковать. Тут, конечно, на любой вкус Станверс Кинга. Под него и МПшка будет легко попасть. Эвер Спирит может тут же вкатиться. Но пока очень Оулс аккуратный под своей башней. У Дизраптора целых два сентри с собой. Будет он, видимо, там и блочить, и варды искать. А на миде уникальный момент. Ни одного варда до сих пор не поставили. 26 секунд до начала игры, пока вижена вообще нет. На рунах сложно. Предположить, инвокер у нас вообще какой? Вексовый. Вексовый инвокер против Бэтрайдера. Ну да, вексовый инвокер против Бэтрайдера норм. Мирану прокачала стрелу. Не рановато ли? Много урона в Питере. Ты боишься, что на ФБ? Да, да. Было страшновато, что может умереть. Но все нормально. Как кто-то захочет ее убить. А что? Прыжки вкачать, чтобы просто не отдать ФБ. Потом на линии стоять с три пачки АФК с этими прыжками. Не знаю. Да, да, согласен, согласен. Ты не качаешься. Это как на Фениксе. Вот Икарус вкачать, чтобы потом три минуты стоять в лесах и смотреть, как два героя бьют по башке твоего керри, а ты им сдачи дать не можешь. Праведливый вопрос, согласен, согласен. Не круто. Прям с нулевой минуты ребята атакуют, размениваются, качивается у Дрима стан на первом левеле. Вот, хотя тоже... Ну, нормально, ладно. Стан на первом левеле, это, в принципе, норм. Ну, они руру, в конце концов, отвоевали. Так что, да, сайдзи, это не так критично, как если бы Мирана. Но Мирана пока стрелой, справедливости ради-то и не стреляет, пока просто стоит на линии. Заяц, естественно, идет в размен. Стики у Рейс Кинга с нулевой куплены. Это логично против Акса взять стики. Там уже зарядов... Два заряда уже есть. И линия для Дрима оказывается в комфортной точке. Нужно фармить. Стрела по бейну. Заяц под Баттлхангером. Регена очень много. Три манга в придачу. Это ведь тоже, по факту, дополнительный хп-реген будет. Это и урон, и реген, да. Вот, чем Бейн прекрасен на линии, так это возможностью наносить урон, при этом восстанавливая здоровье самому. Так саппорт у нас делать не умеют обычно. Вот только Бейн справляется с такими вещами. Так, еще одна стрела попадает в Дрима. Ну, это чисто подхарасить. Просто это вот игра про ресурсы. То есть вот сейчас конкретно на этой линии. У кого быстрее закончатся ресурсы. То есть если Аксу, например, нанесут кучу демеджа, он потратит все танго, не успеет купить кольцо, но это как бы маловероятно, это надо прям грубейшую ошибку допустить на Аксе, вот, то он как бы эту линию проиграет. А если произойдет наоборот, то есть если он будет с фулл ресурсами стоять и в Рейс Кинг потеряет вообще все танго, то ему будет трудновато. Далее, в Рейс Кинг может как бы уйти в лес, у него есть второй спелл, который позволяет ему. Трим ошибается, двух крипов не добивает. У него есть второй спелл, который позволяет ему регениться за счет атак, но когда у Акса будет левел 3, левел 4, это уже не будет помогать. То есть он будет просто бежать на тебя под крипами, скелетов ты вызвать не можешь. Ну вот видишь, как получается, вот этот вот в Рейс Кинг в топе в итоге затерпел просто нереально. Я там Марфа предлагал, да, тут пикнуть, что вместо в Рейс Кинга Марфа, но, наверное, Марфу было бы не сильно проще. Так, если подумать. А в центре пока там плюс-минус на равных. Там Бэтрайдер 8 крипов, Инвокер 7 крипов. Динаев много, что у одного, что у второго. По идее, матча Бэтрайдера для Инвокера, он как бы терпимый. То есть нет такого, что ты там приходишь к каким-то героям, у которого нет эскейпа, Бэтрайдер намазал тебя маслом, и ты умер. Тут снизу битва настоящая. Возможно, Близзи отдаст ФБФ, Антам Ассасин прыжок через секунду, Антам Ассасин, Даггер, прыжок, стики, Близзи, очень живучий. Честно говоря, очень, как мне кажется, спорный билд для Легионки. Второй, ну, то есть вот такая вот раскачка, прокачивается второй спелл в два. Это, ну, второй спелл, это хорошая штука, вот на вот этой линии, конкретно против Дизраптора. Это прикольно, потому что Дизраптор не может тебя тандерстрайком хорать. Но, блин, если ты не качаешь первый спелл вообще на этом лайне, то ты просто Фантомку не напрягаешь, в принципе. Она стоит и стоит на фулл фрифарме. А твой Врейс Кинг в топе, если что, терпит. Так что, так что не знаю. Может быть, это оправдано, может нет, но пока свою линию Мика и Близзи стоят кое-как, скажем так. Фантомка на фулл фрифарме, они тоже что-то вроде фармят, но вот Близзи чуть не умер. Там, если Эго, что он себе будет? ПТ он не будет себе какой-нибудь Орбов Корожен приобретать, нет? Тоже интересно, кстати, билд на Фантомке здесь какой, через БФ или это быстрые предметы. Да, ну и на центре мы ничего не ждем, естественно. Инвокер классовый, немножко харасит. Про убийство тут говорить рано. Батрайдер еще и файрфлай нажимает, чтобы хоть как-то ману использовать, учитывая, что она все равно будет вся забрана. Частично инвокером нажал файрфлай, идет фармить. Когда мы видим инвокеров экзортных, это, конечно, другая дота. Насколько он активный, насколько он помогает на линиях, тут уже очевидно были бы фраги. Дрим, очень мало хп остается, стики 10 зарядов и вот он тот самый реген, про который он разговаривал. Больше регена нет, все закончилось. А у Акса еще и танго остается и колечко, естественно, уже куплено. И как-то сейчас Дрим к рипам подходит, он дорого за это платит. Нажимает стики, стрела мимо, приходит сюда, Эрспирид допуливает, если там танго, а танго-то и нет. Ну, Эрспирид пытается тут помочь, но помощник он тут, конечно, вообще не кокучий совершенно, потому что убить Акса вот этого вот 800 хп с кольцом. Ну, чтобы его убить, его надо прохарасить, а его прохарасить невозможно, потому что у него кольцо. Такой вот замкнутый круг. На Мирану напасть тоже трудно, у нее прыжки, и там, короче, сложно. Приходит Мика на помощь к бэтрайдеру, чтобы, ну, точнее, не к бэтрайдеру, а к инвокеру, чтобы помочь как-то там со стаками разобраться, и Близи в итоге, оставаясь один, отдает ФБ, вот, что, конечно, грустно и печально. Ну, Мерлин здесь умрет, Дизраптор может разменяется, о, и бэтрайдер телепортируется, бэтрайдер у нас без лассо еще, да? Очень долгий телепорт, у бэтрайдера пятый с половиной уровень, инвокер чуть-чуть его перефармил по экспе. Ну вот, в общем, согласитесь, гидр не выглядит сильнее, не выглядит команда, которая, сейчас тут стак пришел, под ребрята, под организацией, да нет, и учитывая, что тут БУ-1, очень легко вылететь в сетку лузеров. Фантомка будет, как ты вот говорил, БФ, не БФ, все-таки по классике. Нынче я бы сказал, что это классическая фантомка, чаще я вижу, что она БФ покупает, нежели выходит там дезолятор БКБ быстрый. Это вот на Урсе сейчас уже увидеть БФ, это редкость большая, потому что ты можешь купить дифуз и просто бегать по карте и всех щемить. А на фантомке все-таки щемить никого не получится, даже если ты купил какой-то быстрый дезоль или быструю там какую-то Сенжинд Яшу, это, ну, ни о чем, и ты там особо никуда не выйдешь, особо ничего не сделаешь. Атака на топе на Акса, стрела полетела не точная, в Рейс Кингстан в запасе, Акс с вангардом. Очень жирный, слушай, еще контр-хеликсом покрутится, может быть, Зайца убьет. Заяц, слушай, Акс это вообще не убивают! Ну, конечно, не убивают. Да, это классика жанра. Не туда, не туда вы гангаете, инвокер. Не туда воюйте. Выбивать надо вот фантомку, там проще. Хотя там легионка какая-то прям немощная, без нюков фантомка, что-то все плохо вообще. Все плохо, все плохо. Все плохо, то есть у них, смотри, вот когда зеркальная ситуация, когда вражеский керри на фул фри фарме, а твой керри не имеет ничего, ну там практически, у него там 40 крипов, но... Не, ну ладно, как раз таки с керри, там не такая большая разница, только по опыту. Да, хардеры, хардеры очень сильно, да, там керри все-таки пофармил, а легионка в боте вообще не пофармила. Приходит батрайдер, рвется лассо таким вот интересным образом, но тут все равно Мика не выживет. И фраг оставляют именно фантомке, батрайдеру фраг этот дополнительный. Ну тоже как бы нужен, фантом ассасин поинтереснее, повкуснее будет. Пофиг, пофиг. 4-1 в Рейс Кинг пока в лес не уходит, но... Не знаю, может быть Дриму уже по раунде стоит, но очень много получает, очень мало фармит при этом. Да, ему надо уходить в лес, он грамотно, кстати, видишь курочка, как подсвечивает крипов, да? Ага. Фишечка, фишечка, чтобы скелетики бежали куда надо. Так они бесконтрольно бегут, куда глаза глядят, что называется, врага видят и бегут его убивать. А так, если они видят ближайшую какую-то цель, ну вот крипов, например, они побегут на нее. И вот там уже курьер на другой висит, на другом кемпе, и вот так вот можно курьера водить, и просто у тебя будут скелетики профармливать. Ну, поэтому надо скелетиков прокачивать. Не максится поэтому стан на керри в Рейс Кинге, не максятся криты, а максятся именно второй спелл, чтобы у тебя было много скелетиков, чтобы они без твоего участия спокойно профармливали нейтральные кемпы. Заяц, с руны невидимость убивает баунти найти, заодно проверить, если какие-то стаки, стаков никаких олсов в своей тройке нет. А снизу, близи, как-то еще пытается, как-то терпит. Вижу, что по крипстату прям начинает проседать. За каждого крипа реально битва. На топе у нас будет супердрака. Попытка номер два, форс. Убитство акса. Но шансов больше, тут заяц приходит. Стрела в зайца залит. Окей, окей, в таком случае будет тяжелее. Бринсаб залетел. Еще один удар подал хангер, чтобы акс себя ускорил. Торнадо, хватит ли урона? Рейндроп срабатывает урона, не хватает. Парни, ну что ж вы награбли, то прыгаете? Ну, в этот раз их было больше. То есть, в прошлый раз они гангали этого акса втроем, в этот раз они его гангают вчетвером. Ну, и акс уже по уровню набрал, и рейндроп срабатывает урона. Да, это другой разговор, но все равно. В этот раз они больше героев перетянули. Просто представить, чтобы было, если бы на фантомку так пришли, там, под ту же дуэль. Это же не я, изи-прак. Вот даже, вот даже если вдуматься, вот с точки зрения макро игры, нафига? Ну, то есть, вот хорошо, вот вы пришли вчетвером, вот вы убили акса, потом же. Потом он придет на линию, он будет все такой же большой, он будет все такой же непробиваемый, вам нужно опять там быть вчетвером или впятером, так дуэлька пошла. Вот это вот другой разговор. Вот что надо было делать. Я не знаю, убьют и фантомку не убьют, убьют. Стиков нет, поэтому никак стики не нажать, не прыгнуть никуда. Вот куда надо гангать. Потому что, вот даже если у тебя есть опция, вот убить вот этого акса, даже если бы они его два раза, ну вот убили бы сейчас, вот что бы это изменило? Врейс Кинг все равно не может в топе стоять уже. Ему нужно уходить фармить лес, ему нужно уходить на другую линию, а акс все равно придет на эту линию и будет кайфовать, даже если вы его убили. А за гангов бот, вы, во-первых, убиваете фантомку, сбиваете ей темп, это, во-первых. Во-вторых, ее убить намного проще, чем Макса. И в-третьих, после того, как вы ее ганганули, она вынуждена будет отсюда уйти. Потому что, потратив телепорт с респауна сейчас сюда, если это видит команда Дайр, она говорит, видали, там кэрри запорталился на тирадин-вышку, ну-ка вчетвером на него нападем. И даже если они не убьют фантомку, она все равно к крипам не выйдет. Потому что там стоит 4 человека. И она будет без телепорта стоять в лесу за этой тирадин-вышкой, добивая 0 крипов. И ее это не устроит. И сейчас фантомка с респауна, она запорталится в тройку. А Акс уже, может быть, вынужден будет оттуда уйти. Вот, типа, как это делается. Такой своеобразный рычаг, да? Когда ты в правильную точку давишь и немножечко ломаешь сопернику игру. Ну да, фантомка, конечно же, будет не телепортируется. Но сюда телепортируется Мирана, которая при помощи стрелы разбивает катапульту. Причем с Falcon Blade первым слотом. Интересно. Ни разу не видел Falcon Blade на Миране, на четверке. Думал, там какие-то яульчики рашатся. Он все-таки денег стоит, да? Он же такой предмет. Предмет, конечно, для Мирана хороший. Манориген, урон, там здоровье какое-никакое. Тысяча голды он стоит. Но вот за тысячу голды можно стапу визардри купить, который потом в юл превращается. Естественно, этот посох на инту, он тебе дает вообще практически ничего, кроме монопула. Так, на Мирану хотят напасть. Есть сайланс, коллснеп, урна. Но нет тайминговый ЕМП. Но слишком много урона периодического залетает. Да, все-таки умрет, да. И к тому же еще там урна добила, да? Урна добила инвокеровская. Так, а что у нас Рспирит делает? Рспирит будет приобретать у нас ввел в Дискорд, поскольку урну покупает инвокер. У вас фиксовый. Естественно, ты хочешь купить... Естественно, вторую урну покупать ты не хочешь. Ты хочешь купить какой-то другой артефакт. Ну что, на Аксе снова будут нападать? Пока, естественно, ребята просто давят. Башню на телеге, мы помним, нет. Мирана ее забрала. Акс решил улетать, решил не испытывать удачу. Команда не придет и просто спокойно разменяться. Патрайдер, конечно, далеко не лучший герой для пушек, как и Дезеруптора, но ребята через крипов здесь играют. Патрайдер просто съедает крипов. За Тавром подходит новая пачка и в итоге размен. Фантом Ассасин. Слушайте, БФ очень быстро будет. Это уже Клеймор должен лететь, да? Ну да, да. Прям БФчик. Это учитывая, что ПТ куплен еще. Блайтсоун. Красота. Ну и Врискинг не отстает. Да, у Дрима была тяжелая линия, но он вовремя ушел. Он не напитил на этой линии. Какой странный предмет, если честно, для Врискинга. Ну, как бы сейчас играют Армлет. Армлет Дизоль. Дальше Сильвер, Терес Инжин Дьяша. Вот что-то такое. БКБ, если надо. Так, ну что, Дайдрадик, это фарм? Это Миссы, конечно, против Фантомки особенно приятно. Ну и возможность дамажить Фантомку, не атакуя ее непосредственно. Потому что у Фантомки Миссы есть, ты как бы не попадаешь по ней. Это понятно. Но повторюсь, там не такие чудовищные Миссы, как может показаться. Да, там типа 50% в Вейжин, но поверьте, одного крита может хватить с Дизольем, чтобы сделать очень больно. Так, Статик Шторма Дизраптора. Неплохой. Затянули в этот Статик Шторм Легионку. Легионка умирает с Блэйдмейлом. Погибает здесь еще и Акс. Получается, размен у нас тройками. Торнадо, кстати, классно попадает. Развернулся Батрайдер, по Торнадо подставился. Магнитайз работает. Очень много урона от ЕСа. Санстрайк... Мимо, кажется, был. Да, да, и все равно урона мало. Хотя вот по магнитайзам Расперит максимум делает. Он пытается разменять себя на Дизраптора. И это получается. Очень много урона от ЕСа. Я думаю, Файдрикапи должен быть в топе. Это не конец. Найтбар на Пашку. Пашка по 2 СЛ. Залетает в ЕП. Упрыгивает Фантом Ассасин. Мирана впитывает в себя слишком много урона. Липы не остаются. Но и Дрим решил не идти. Хотя рекорнация имелась. Решил не гнаться дальше. Ну что, из плюсов выживает Фантом Ассасин. А в Рейс Кинг не теряет свою первую рекорнацию. Ну и дай по урону тут в Рейс Кинг. Рейс Кинг в топе 3215. Больше всего урона он нанес. Ну, такая ситуация возникает, что в целом-то команде Рейдинг некуда торопиться. У них Фантомка с БФом. Она фармит намного быстрее. Ой-ой-ой. Тут сейчас под блюром она бьет тройку. И все это видит уже. Самый дорогой грифвейл. Тут надо фармить до конца. Наплевать на то, что тебя бьют. Да, зафармил все, что мог. Одного крипа оставил вот этого громозавра. Не, коричневого Аверспирит добил. А, да? Большого. Да. Жесть. Коль бежает. Дуэль на Батрайдер. Аскольд развернулся. Возможно, это была ошибка строгой стороны. Не факт, что его отпустили бы отсюда. Прочь. Ну и близи. Дуэль не выиграна. Полетела стрела. Попадает близи. Стрела. Стрела там как уровня. Чуть, ну уже третья. Ассасин по полной программе здесь. Ну, Аксу надо камбэкать. После такой линии мы видим, что у него на 15-й Блиндагера до сих пор еще нет. Казалось, что он там есть. Прям как-то плохо Шаргорат в скобочках Владимир пофармил. По итогу. Боинс Фильзгримал. Можно нажать. Команды-то нет рядом. Об этом ребята знают. Никто Аксу на помощь не придет. Ну вот он пошел фармить центр. Были ли другие точки для фарма? Ну, наверное, были. Наверное, были. Пришел. Думал, что так нагло на него не нападут. И под сейва. А кто в сейве? Дизраптор какой-то с Глимсом может спасать от Финсгриппа. Его здесь не оказалось. Просто герои какие-то любые бы оказались. Можно было бы дать скиллы. Либо кого-то в ответ убить. Либо просто напугать соперника прогнать. Но Аксас оказался просто один в центре. И никого рядом не оказалось. И из-за этого вот такая ситуация получилась неприятная. Неприятная, некрасивая. Еще раз заход на тройку. Ну, кстати, гидрокрасавчики понимают, что тройка это точка, где Фантом Ассасин сейчас очень много золота. Можно убирать постоянно. Не дает возможность даже стакать здесь. То есть Батрайдер сейчас пытался постакать. Не дали возможность. Атака! Нашли Дизраптор. Дизраптор дает статик под себя. Врывается Батрайдер. Размен на Зайца будет. Батрайдер. Тут уже дальше. Не, полетел. Полетел руну ускорения. На Фэрфлай. Можно найти Эрспирит. Эрспирит Болдер есть. Но он не знает, ведь, что за ним идут. А Монлайт еще действует в придачу. Классная комба. Фэрфлай, Монлайт и руну ускорения. Вообще нереальность реагировать. Минус ЕС. Это был стрик. И забирает его Фантомка. Что особенно приятно. Рейс Кинг почти сакрит. Дрим продолжает фармить. Ну да, такой быстрый сакрит. Учитывая то, что в Рейс Кинг несколько раз пришел и помог своей команде. Причем весьма успешно. Там по файт-рекапу, как мы видели. С топовым демэджем за тимфайт. В целом, покупка Родианца при таких условиях она абсолютно оправдана. Этот предмет можно купить. Я хочу даже сказать, что с ним играть намного проще. Даже. То есть это... Если есть возможность выформить Радианс при условии, что нет каких-то... Ну там, Террор Блэйда с рефлекшном какого-то. Или там Дарк Сира, например. Или там Гримстроука со своим аганимом потенциальным. То, конечно же, лучше играть через Радианс. Проблема этого предмета просто в том, что он очень дорогой и ты долгое время на Рейс Кинге не помогаешь своей команде. А учитывая, что Дрим справлялся с этим моментом, тут вообще никаких вопросов. Попытались его подцепить, убить. Но у него, во-первых, реинкарнация. Во-вторых, он очень жирный. А в-третьих, еще инвокер со спины пришел. Поэтому придется Дрима здесь оставить в покое. Такой у него был тяжеловатый старт, откровенно говоря. Но вот сейчас он полностью камбэкает. И вот Радик прям очень-очень близок. Немножко золотишко с философского камня выпадает Гидрим. Ребята чувствуют карту. Преимущества ни у кого по итогу нет. Фантом Ассасин дофармливает Блэкинг Бар. Ну а Гидр продолжает контролировать тройку. У них DC Vision мало, но они умудряют сюда приходить. Что-то блочить на какое-то время. Батрайдер готов лететь в атаку. Лассонец на Тик Шторм закрывает просто Аэр Спирита. Бресс за атак 4 на месте. Найтмар. Ну круто. Тут и Найтмар. Бресс за атак. Столько кнопок можно нажимать, чтобы давать время своему союзнику. Все, ЕС уходит. Но ЕС жирный сам по себе. Полтора КХП почти. Без Фантом Ассасин здесь зарезать не получается. Близи 0 урона с дуэли, кстати. Пока это регион команды не про урон. Не шибко, да. Ну ничего, ничего. Я уверен, следующая дуэль в ту же Фантомку с Блэдмейлом будет больно. Фантомка сама себя может убить. У которой 1200 ХП. 1200. Надо до нее просто как-то добраться. Учитывая почти Блингдайгер. Ну, наверное, да. С Блингдайгером должен быть вблизи добираться. Радик едет. Все, есть. Дайгер есть. Можно драться. И с другой стороны Акс Блингдайгером Фантом Ассасин. Ну, тут... Ага, Дезолятор все-таки не БКБ. Ну, это такой рискованный момент. А кто подставляешься под какой-то простой торнадо, и тебя дальше там прыгает вблизи и дуэлит. Рошана. Пингуют ядра. Они тут рядом бегают, прыгают. Скан нажимает Олз. Видит, что на Рошане кто-то есть. Уинвокера появляется на 20-й минуте аж. Не даст. Ну, ничего страшного. Все, все, в общем-то, разумно. Ну что, вроде как Олз про Рошана знают. Я пока не вижу никакой реакции. Снизу Фантомка, снизу Тизраптор. Единственное, там Мирана готова проверить, если кто. Стрела полетела. Фила сейчас поможет этого Рошана. Ропотяга один подставился. Пол Рошана уже нет. Смоук активирован. Подбегает Фантом Ассасин. Летит сюда Батрайдер. У Батрайдер немного не хватает Дублокинг Бара. Это может быть проблемой Акс. Нужно врываться. Но он дригом незабываемого с рекорнацией. Найтмор закинули в Батрайдера. Батрайдер летит дальше. Расперед врывается. Очень много урона магического. Как же ворвался. Классный ЕС. Акс остается без мана. И все, он по факту бесполезный в этой треке. Дуэль плюс Финс Гриб. Минус Акс. Ну и можно никуда там не бежать дальше. Спокойно вернуться. Забрать Рошана. Добить Рошана, конечно. И все. И естественно уже Оу в таком случае ничего делать не могут. А Егис только интересно кому будут отдавать. Потому что вроде как у Врейс Кинга есть реинкарнация. Но он такой прямо явный фронтлайнер. То есть вот легионка, на которой Близзи играет. Она тоже может где-то пойти прыгнуть первый в танчик. Но ей Егис мне кажется отдавать это вообще достаточно глупо. А скажем так вот инвокеру, ну да, можно было бы. Но он видимо будет стараться держаться как-то сзади. И тяжело с ним будет. Надо БКБшку на Бэтрайдере дождаться. То есть вот вроде бы так вот несколько игровых эпизодов проигрывают Оулс. Но вот сейчас Бэтрайдер опять подставляется. Тут статик используется. Акс хороший клал дает. Слушай. Одного шлепнули. А, в Рейс Кинг в боте показался. Ну тогда тут надо всех убивать. Они знают, что в Рейс Кинга нет. И того и этого, конечно. Что за макроигра? Минус три тут же. Еще и вайбек от ЕСа. Да. Так все классно шло. Особенно после этой драки у Рошана. И Дрим оказывается без команды. Остальная команда оказывается на территорию противника. Нельзя так. Сейчас Фантом Ассасин купит БКБ все же свое. И дальше уже будет намного проще врываться в драку. Входи там Бэйна убивать за один-два удара. А по факту там реально один крит может залететь. Когда будет у Фантом Ассасина 18-й. Юлу Мирану. Угу. Да, да. Наконец-то дождались. Юлу Мирану это в принципе дефолт. А здесь уже подавно. Финс Гриб сбить. В дуэль нажать. Себя там спасти от прокаста. Того же Инвокер для отрывов ЕСа. И даже под Дизраптора можно играть в какой-то степени. Юл, Статик Шторм туда же. Тут вариантов миллиард. В целом-то да. Парочку игровых эпизодов Дайер провели хорошо. И вот сейчас они еще и Т2-вышку спушат. Без каких-либо проблем. Однако, вот не стоит недооценивать силу пика Радиент с Блэкинг Барами. То есть вот БКБ на Фантомке. БКБ на Бэтрайдере. Ну, на Аксе как бы тоже, конечно, БКБ надо купить. Но вот как только два БКБ на первой-второй позиции появятся, уже можно играть очень активно. И особо ничего не бояться. Фантомка под блюром фармит. Эр Спирит это читает. Нападает. Тут же Глимс. Ультмираны. И продолжения никакого нет. Эр Спирит оказывается на центре. Ну, и ВК будет у нас Фильвер Редж фармить, естественно. Вот. На тройке снова Гидра. Естественно, Оулс отсюда уходит в полном составе. Ждем БКБ. У Пашки прям немножко-немножко остается. Эго. Все. Рецепт готов. В идеале дождаться еще две минуты, пока Аегис пропадет. И можно уже пытаться выходить в драку активную. Нету на до сих пор ни одной команды преимущества большого, чтобы уже можно было захватить всю карту. Вот Гидра сейчас это попытаются сделать. Две минуты с Аегисом. Смоук активирован. Радик выключен. Заход в чужой большой лес. Фантом Ассасин БКБ довезла. Ну, интересно. Мирана. Реакция. Есть. Но Юл не нажимает. Может быть, вот эта ошибочка. Момент, когда Блас летел. Мираном было пространство. Болдер. Новый скинг успел просто ударить. И убить Мирану. Минус Мирана. Ну, невелика потеря, скажем так. Это всего лишь Мирана. Решили Оулсы не драться, несмотря на то, что Мирана очень долго жила. Акс. Заметили тут его случай? Филем. Близи. Идет проверять. Дуэль он не выиграет, точно. Ну, вообще, рядом Мир Спирит, инвокер, экзорт уже замакшенный. Вообще, вполне, я думаю, могли бы и выиграть. Ну, ладно. Уже не про это сейчас. Уходит Акс. Дизраптора убивают Санстрайком. В очень такой глубокой точке. Акс. Ай-яй-яй-яй-яй. Дуэль. Цепанули. Все-таки цепанули на ульт Мирана. И ребята как будто не поняли, где он. Детекшен Мир Спирита был. Они подумали, что... Санстрайк на центре умер только что. Потерял рекорнацию. Ой-ой-ой, как побольно. Орехи летят, орехи летят. Так, не хотят, да? Больше ничего. Я понимаю, что Айгис, но потом... Нет, ничего не будет. Просто забрал Т2. Благо, посмотри, какое у него просто количество опыта на 18 уровне. Просто жесть. Ну, всяк, просто 30 секунд. В смысле? На 24 минуте ты имеешь в виду? Ну, я к тому, что он 18 успел взять. Вот прям в момент этой смерти успел еще... А-а-а, все, я понял. Что, чтобы типа ульта... Ну, да-да. Это очень... Все-таки там разница большая. Угу. Интересно, вкачал талант на скелета на так-дэмэдж. Мне на самом деле очень нравится прокачивать скелетов. Вот эти вот таланты на скелетов. Потому что скелеты начинают очень бешено бить. Ну, просто тут Акс и Фантомка с БФом. Они же просто отлетают. Когда спама много, они не очень хороши. А-а-а, ну, извините меня, 0,7 секунды стана? Ну, как бы у тебя стан будет не 2 секунды, а почти 3. Ну, согласитесь, это довольно хороший бус. Такое мое мнение. Ну, да, учитывая, что никто этот стан сбросить не может. Личного Абадона Легион Коммандера у ребят из Оулс нет. Там. Профармию чужую тройку Оулс. Это прекрасно видит противник. Врывается РС вперед. Рановато. Немножко поспешил, но он вроде как оставил. Заставил противника оставаться в этой точке. Дизраптор умирает. Погоня продолжается. Врывается Близзи. Акс промахивается топором Близзи. Нажимает Бразз-атак. Уходит из драки. Финс Грипп. Фантом Ассасин. БКП. Последний момент. Дуэль в Акса. Акс может эту дуэль выиграть запросто. Да. Выигрывает Акс дуэль. Умирает после этого. Что уже не так страшно. Фантом Ассасин драться больше не может. Дизраптора усыпили. Инвокер получает бочку от Батрайдера. Получает в ответ глаз. Мирана прыгает. Нажимает Старшторм. Урона хватило. При этом сама Мирана до сих пор живет. Уходит под Мунлайтом. Прячется за единственную елочку. И вроде как... Заяц не найдет. Заяц не найдет. Не видит. Так. Дрим будет дальше даггер делать. Даггер артефактного рискинга. Конечно, нужный. Хороший. Там можно потом купить себе свифт блинг. Чтобы бегать быстро. Рискинг. Кайфово. Бегать быстро. К тому же у него раньше был талант... У него раньше был талант на 20 уровне. Если я не ошибаюсь. Плюс 30 к МС. Или там... Или вот, по-моему, 6 скелетов заспавнив. Ну, заспавнить, по-моему. Ну, короче, что-то типа того. И, естественно, все качали плюс 30 к МС. Вот. И тогда, когда ты покупал свифт блинг, у тебя как бы была довольно большая скорость передвижения. Но как бы и без свифт блинга ты быстро бегал. А сейчас вот без этого таланта на мувспид, ну, как бы, свифт блинг тебе еще актуальней, по идее. Потому что тебя, ну, намного... Короче, свифт блинг, по идее, ты на максимальной скорости должен бежать. На ВК. Вот. Ну, короче, да. Полезная, полезная будет вещь. Но дальше Кераса. После блинга Кераса. Дополнительный армор себе. Дополнительный армор тиммейтам. К тому же ты вкачал талант на урон от скелетов, да? Кераса скелетов будет бафать? Будет. То есть, там меньше армора скелеты бьют больнее. Больше армора у самих скелетов. Аура скорости атаки, по идее, должна тоже на них работать. Вот. Ну, и у самого Врейс Кинга как-то так уж повелось, что у него собственной брони не шибко много. Вот у него там за счет армлета какая-никакая броня имеется. Но против фантомки все-таки иметь хочется чуть-чуть побольше. Рошан-то максимальный. Тут уже проверка идет Эттенвокера. А до Рошана еще больше двух минут. Олси бегают частично в смоуке. Фантом Ассасин бегает в блюре. Немножко остается до Сатаника. Но вот для ребят настоящая крепкая карта получается. Не то, что было до этого три раунда подряд. Смоук от Гидры. И тут же ставится пауза. Конечно, нужна реакция сейчас. Будет вариант, что на фантомку просто нападут. Удар Сильвера. Ее могут убить там реально за несколько секунд. Просто не успеешь среагировать. Нужно четко с этим работать. Инвокер. Тысяча золота до Аганима. У Зайца пока ничего интересного. Блокинг Барди я особо пока не вижу смысла покупать. Учитывая количество героев, которые тебя могут сбить через гриб. Сквозь него. Заход на тройку. Очень аккуратно от Гидры. Дрим идет первый. Дрим в Сильвере. Хочется найти. Ну, в принципе, Акс тоже хороший фраг. Окей, все. Показывает фантомка, что мы все знаем. Все знаем. И Дрим раскрывается. Глимс. Хотят выбить рекорнацию на халяву. Это было бы, кстати, круто, но проза-атак. Блокинг Бар тут же от проза-атаки. Дрим сейчас быстренько восстановится за счет эмпиризма. Спайдер Лекс. Кстати, неплохое слово для Бэтрайдера того же. Для Бэтрайдера. Но он и так на Файерфлай летает. Наверное, Аксу лучше. Да, вот Лексу отдали. Вот Бэтрайдера, вот эта вот штука. Физик Эдбэнд. Очень круто для него. Чтобы Ласту далеко кастовать. Ну и если там появится какая-то линкинг-сфера, по идее, этой штукой можно сбивать линку. Там был еще такой предмет. Вот этот вот. Файер Гранейт. Им раньше тоже можно было сбивать линку. Там, по-моему, пофиксили. Я все время путаю, что пофиксили. Вот этот вот хеддбэнд им теперь или линку не сбить. А Фантомка нажимает БКБ сразу же не рискует. Потому что если открылся в Рейс Кинг, вполне вероятно, что здесь же может быть и Легионка. Если она откроется в тебя с дуэлью, а ты без БКБ, то ты как бы умер гарантированно. Да, да и открылся он не просто так. Он Сильвера ударил. И там так прилетело первым ударом, что стало понятно, что если залетит еще и стан, ты просто за него можешь умереть. Трим снова на разведке. Снова на тройке. И снова его раз за разом ловит на одном там же варде. Пора бы эту горочку почистить уже от глазиков олсов. Брать этот вижн, да. Слишком он тут мешает. Траста здесь будет нежелательно, даже если бы у Дракова у Рошана идти изначально. Рошана 13 секунд и Гидра уже понимает, что... Ну вот-вот уже появится. Уже слишком долго мы ждем. Тайминги должны быть. Так, ну что к этому Рошану? И Нокер, гонимся. Довез? Довез. О! Экзорд замакшены. Ну вот-вот. По факту дуэль, катаклизм. Это ж не контрится тут никак. Можно разве что встать с героем, чтобы как-то разделить. Ну то есть сначала катаклизм, а потом ты встаешь. Не так больно было. Но опция эта, конечно, не всегда рабочая, потому что могут забить Блинг. В Рейс Кинг здесь пытаются просто в тупую бить Рошана. Бьет, кстати, достаточно быстро. Естественно, цепанули Легу. Лега не может ничего сделать с этим. Бэн здесь начинает душить Легионку. Катаклизм. Бам! Сразу же. Ну, хороший колл, кстати, от Акса. Удается выбить Реинкарнацию, удается выбить Легионку. Но байбеков нет у Рейдиант, поэтому у Рошана этого они отдадут. Ну вот так вот появился Аганим спустя 30 секунд Фантом Ассасин, но ничего не может сделать, да? БКБ не БКБ, толку 0. В дуэли кнопки тоже не нажимается, мы помним. Четыре в один. Инвокер занял хорошую позицию. Конечно, в идеале инвокер бы нашли, эта цель была бы номер один. Очень легкая при этом цель, потому что ни диска, ни БКБ нет. Патрайдер. Патрайдер страдает, торнадо неточный. И это Патрайдер спасает. Определенно торнадо там помогло бы больше урона нести. Еще и Аскольд получает удар. Бласт нажимает, урну дает, живет сам. Жестко, жестко было. От крипов спасает ЕС. Ну и паратип, паратип. Зелено. Круто. Очень круто. Патрайдер, да, все, уже пропал немножко с этой игры. Его как-то не бояться. Я помню, знаешь, Форс, были времена, когда Патрайдера ФП шли. Видели Легионку и из Батрайдера делали саппорта. Понимаешь, что брать кора Батрайдера против ЛЦ всегда. Ну, такой риск определенный. У тебя кор-герой, который контрит со одной кнопкой. Его ультимейт. Ну да. Да и не только его ультимейт. Флеймбрейк тоже контрит. Там же Флеймбрейк очень много урона наносит. Даже для этого шард берут, чтобы масло там накидать и два Флеймбрейка выдать. Вот, а Легионка получается еще и второй спалл-контрит. То есть ты на Батрайдере. Тебе вообще грустно. Вот поэтому я и говорю, что типа странно, что вот они взяли Батрайдера, потом еще добрали Мирану и при этом не забанили Легионку. А очень быстро Рошана забрали. В этот раз Айгис достается инвокеру. В рейскинге уже мощная реинкарнация. Ну его тяжеловато убить все-таки откровенно, даже если он там фронтлайнит как следует. Прям под вышкой начинает драться. Все равно не особо. Фантом Калинку хоть, пока так. То есть никаких там уже... Рапир пока выдумывать не хочется, потому что да, в общем-то Фантом Ассатин в прошлой драке-то урон не вносила. Она просто получила дуэль. Да, можно Лотус купить. Вот Мирана она покупала, ну... А что Лотус? И что Лотус? Дуэль же все равно пройдет, смысл? Ну дуэль пройдет, а гриб нет. И одной дуэли может быть мало. Ну просто Ленка это тоже, знаешь, такой артефакт. И панацея абсолютно. Что? И панацея, я говорю, не решение проблем. Ну типа да, его... Ну в зависимости, конечно, от того, что у тебя у врагов в пике... Да, ты можешь... То есть тебе сбили Ленку, ты сразу такой, ага. И нажимаешь БКБ. То есть обычно Ленка берется, мне кажется, для таких вот случаев. Чтобы вот эти вот доли секунды, там, пока тебе эту Ленку сберет, и сначала Ленку сбивает, ты сразу думаешь, все, на меня нападают. Я жму БКБ... Ой-ой-ой, напали на Мирану. Ты жмешь либо БКБ, либо Манту, либо там... Короче, как-то реагируешь просто-напросто. Так тебе собьют Ленку, там, не дуэль, так финсгрип. Не финсгрип, так дуэль, на самом деле. Мне кажется, не сильно большая разница. Вот, а Лотус, эта штука прикольная. Лотус, это отличный предмет. Ленка это... Ох, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Еще грипп на Бэтрайдера, еще и дуэлька сверху. Капец просто. Беда, беда. Начинают гидра расти просто. В Нетворсах, в лвелах прям преимущество 16к у них уже. Минус 10 секунд, Торнадо кулдаун инвокер берет. Ничего себе. Не Алакрити? А что вообще Алакрити у нас дает? Интересно, какой там прирост по таланту? 94-94, да? А это было бы плюс 3. Ну, блин, на треть усиливает. Тю. АКД Торнадо сколько у нас? 20 с талантом. Без Торнадо... Ну, то есть, в принципе, в зависимости от того, что тебе нужнее, но... Ну, ладно. В Росткику пока не видно, что Алакрити нужно, честно говоря, на него смотрю. Не, Алакрити это же много-много полезных функций. То есть, бить Рошана — Алакрити. Бить в драке — Алакрити. Бить Трон — Алакрити. Там... Удобно. То есть, в чем на лоу-рейтинге особенно кайф играть на инвокере, это когда, ну, если ты прям не гений, не миракл, там не можешь там Торнадо попасть по всем, Метеор по всем, Бласт по всем, потом еще стеночку, коллснап там все размикрить, ты можешь просто повесить Алакрити на свою какую-нибудь там, не знаю, луну. Она просто пойдет вперед, она всех убьет вообще. Там ничего делать не надо. Ты издалека кинул спокойно, все нормально. Ну вот, это удобство. Это реально удобно. Но, нет, конечно, Торнадо с минимальным кулдауном — это очень крутой спелл. Он очень сильно дизейблит. Он позволяет нереально жестко каятись. Просто это довольно редкий выбор, как мне кажется. Сам по себе. Редко берут этот талант. Поэтому я удивился. Олсы сидят на базе. Естественно, никуда не выйти не могут. А как только кто-то выходит, там Русский провайдер, дизраптору сейчас два удара хватило для смерти. 1365 хп у него. Ну, а Игис исчезает. Похоже, Аскальдо он уже не пригодится в драке. Скорее всего. Гидры никуда не идут, Олсы тоже, естественно, никуда не идут. Как раз пропадет Айгис, они попытаются. Но мы видим, что игра только на одной пантомке держится. Все остальные герои очень бедны. Наверное, главное разочарование от Акс. У которого так все классно было. Он ее душил. И, наверное, он мог стать героем, который мог бы давить карту наряду с Батрайдером. А по итогу несколько ошибок. И Акса будто нет. То есть как-то уже не строится драка от того, что Акс даст кол. Страшное произойдет. А мы Бэйн может позицию выбрать. Найт Баром отыграть. Спасти от лишних ударов по этому кулу. Бэйн с Аганимом почти. Ну, как раз, когда Блокинг Бар неудобно покупать, можешь Аганим взять. А почему Блокинг Бар неудобно покупать? Потому что Акс собьет кол? Ну да. Можно, в общем-то, уже пытаться идти как-то заканчивать игру. Нейтралки только дофармить. Силовой Блокинг берет в Рейс Кинг себе, кстати говоря. Я не помню, силовой Блинк бафали вообще? Ты можешь описание посмотреть, просто нет. Нет, там уже слишком давно. Но вот в этот вот момент, когда... Короче, когда его реворкнули из-за тинкера... Его же наоборот, по-моему, дебафали до тинкера. Его не дебафали, его реворкнули. То есть, конкретно на тинкере он стал хуже. Но на силовиках-то он, может, стал лучше. Там... Сейчас пытаюсь вспомнить. 100 плюс 150 процентов от силы. То есть, больше урона зависит от процента. По-моему. 100 плюс 150 от силы. А раньше было там, типа, 150 плюс 100, например, от силы, знаешь? То есть, как бы... Короче, все, не падло мне здесь. Давай смотреть. Было интересно, Форос. Было классно. Я не сомневаюсь. Надо по этому поводу сделать ролик, мне кажется. Нет, я... Да блин, я вообще думал, патч выйдет скоро. Я не знаю, почему я так решил. Где патч, где арканы? Катаклизм, врыв на дизраптор маловато будет, но это не конец. Патрайдер улетает, дизраптор выкупается. Катаклизм больше нет. Лассо. Патрайдер зацепили. Распирит, Распирит убить быстро не получилось. Пошла дуэль, легион командра одна. Там Блэкин Бар нажат, Финс Грипп ей сверху. Пошла душка, плюс урон. Плюс двацаточка, сюда. А где Пашка? А Пашка режет. Два байбэка. Так, Распирит влетает, не попадает. Ну, сейчас выйдет Рим, сейчас выйдет Рим и будет резать. Линкенсфера сработала. Фантом Ассасин какое-то время поживет. Но посмотрите, сколько дебафов. Там их 500. 500 дебафов, а у тебя уже нет Блэкинг Бара, нет никакого подсейва. Пашка умирает без забая. Ну, в общем-то, Гидрич смогут пойти сломать все линии. Кто им помешает? Пожалуй, да. Так, я думаю, произойдет. Потому что без Фантомки, как тут задефаться? У Рейскинг вообще не напрягся. Были реинкарнации или за игру? Я что-то пытаюсь вспомнить. Нет, были, были реинкарнации за игру. Но конкретно в этом моменте нет. Ну, вот на байбэках сыграли, да? Там Коры выкупились. Легионка, Инвокер выкупились. Или, погоди, кто? Легионка, Распирит выкупились, да? А там Фантомка выкупиться не может. Как Шундри режет просто. Акс заколил, он Акс решил избить по дороге. Окей, не проблема. Ну, это ГГ, конечно. Победа. Есть, а у Гидр уже есть противник. Ну, Аус как бы молодцы, молодцы. То есть они, в принципе, неплохо играли. Можно было выиграть совершенно спокойно. Мне просто кажется, что сам по себе пик Фантомки, он такой немножко... Вот я тоже, я в ранкет матчмейкинге постоянно вижу, люди играют этой Фантомкой. Знаю, мне кажется, что это какой-то... Не знаю, мне не нравится этот герой, я так скажу. Вот в какой-то комбинации вот мне может он понравиться. Ну, вот, например, как с Легионкой, да? То есть вот там, например, ты набрал героев, чтобы как-то... Вот у Фантомки БКБ кончилось, да? Будь у нее в команде какой-то диспелл, там Абаддон или Легионка, она, может, еще повоевала. Но когда у тебя ничего такого нет, у Фантомки заканчивается БКБ, она как-то из себя ничего не представляет. Вот. А, допустим, тот же самый... Ну, в Рейс Кинг он и без БКБ может посражаться. Морф, например, он там перекачался туда-сюда, вышел из драки там за счет твоих форм. Ну, в общем, не знаю. Какое-то мое личное такое, наверное. Хотя я бы не сказал, что каждый раз, когда я вижу Фантомку во вражеской команде, я его выиграю бы. Нет. Вот, да, Бриззи, кстати, мемно закончил в 0.7. Казалось бы, у него тут хороший герой, работает против Бэтрайдера, против Мираны, но статистика у него очень-очень пьяная. Ну, пару задач выполнил. Вот эта драка у Рошана была последняя, когда Эггис и ребята забрали. Он дал дуэль, которая позволила дать катаклизм и Фантом Ассасину убить. Так что свою задачу он выполнил. Но это, да, был герой не про урон. У нас уже есть противник на следующем матче, команда Вич, которая уже сегодня себе показывала. Кого? Которая с Гидрой будет играть? Которая с Йондом, Архангелом, Пикачу. И этот матч будет в ближайшие 5-10 минут. Поэтому мы совсем ненадолго уходим на паузу. У нас продолжаются классные матчи и серьезные противники для Гидры. Нужно будет как-то оппонентов обыгрывать. Посмотрим через минуток 10. Бо-1 серия продолжается.